Вы смотрите программу «Случай из практики». Сегодня мы говорим о профилактике гриппа. Напомню, что у нас в гостях сегодня Юлия Костина, врач-терапевт Сыктывкарской городской поликлиники номер 3 и Галина Габова, врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Сыктывкарской детской поликлиники номер 2. О профилактике так или иначе мы разговариваем, но все это не специфическая профилактика, а самой важной части профилактических средств, все врачи говорят, это вакцинация. Вот как? Когда? Вообще наиболее эффективной мерой защиты от гриппа и мерой, позволяющей установить контроль над этим заболеванием, является вакцинация. Сейчас во всех поликлиниках города Сыктывкара, во всех учебных заведениях и детских, дошкольных, образовательных учреждениях имеется вакцина Гриппол Плюс в достаточном количестве. Это для детства Гриппол Плюс. Я потом про взрослых скажу. Вакцина современная, субъединичная, она не содержит никаких... Что такое субъединичная? Субъединичная, но это такая очищенная, то есть совершенно вакцина, которая содержит только поверхностные антигены в виде гемаглютинина и нейроминидазы, и не содержит никаких других компонентов вируса. Она не живая, она не токсичная. И кроме того, в состав этой вакцины входит так называемый иммуностимулирующий препарат полиоксидоний. И поскольку я уже говорила, что иммунитет у детей недостаточно сформирован, особенно до 5 лет, то этот препарат, этот полиоксидоний, помогает не только вырабатывать антитела против вируса гриппа, в том числе и респираторно-вирусных инфекций, а вообще укрепляет его иммунитет. Помогает ребенку просто не заболеть. Поэтому бояться ее не надо. Делается она с 6-месячного возраста и не имеет ограничений по возрасту. Особенно пожилым людям надо делать после 60 лет. То есть вот сейчас началась вакцинация. Ждем мы грипп примерно декабрь-январь, начало февраля. То есть пора уже прививаться сейчас. При поликлиниках создаются, если мы куда-то... По детству все легче. Ну, немного там в школы, сады это все организовано. По взрослому населению. Выходим мы на предприятие. Допустим, вот вчера мы ходили. В детский садик номер 100 прививали взрослых. То есть работников, хочу похвалить, у них привилось практически 70%. То есть люди, которые давно работают, знают. Каждый год они прививаются, потому что контактируют с детьми, которые чаще болеют. И люди, которые прививались в прошлом году, позапрошлом году, они охотно пришли вчера на прививку, нас ученики им порадовали. Спокойно, без всяких, что это, что то. То есть люди уже знают. Ну вот вы выезжаете, а те, кто на предприятие не выезжает. Ну, небольшое предприятие. Допустим, кто хочет привиться, прививка совершенно бесплатна. Гриппол содержит так же, как Гриппол плюс, просто для взрослых. Кто хочет прийти, пожалуйста, бесплатно. Я про третью поликлинику скажу, но в других поликлиниках то же самое. Приходим на первый этаж, 117 кабинет. Там у нас фельдшер, который не обязательно стоять в регистратуре, брать талон к участковому врачу, стоять там очередь на, что хочет человек привиться. Пожалуйста, без очереди, 117 кабинет. Там фельдшер вас посмотрит, даст показания, что все можно сделать и привьет там вас бесплатно. Вакцин достаточно, хватит всем, кто желает, пожалуйста, мы приглашаем. Мы только за. Чем потом сталкиваться с осложнениями, потому что люди, основные осложнения связаны с тем, что люди поздно обращаются, то есть поздняя обращаемость на седьмой день болезни, на восьмой день болезни. Пройдет, 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 пройдет. Потом, значит, осложнение, высокая температура. Мы приходим, допустим, вызов на дом, мы приходим домой. А тут уже все, стационарное лечение. А здесь прививку можно сделать бесплатно. Вот мы уже говорили, что криптоопасен как раз своими осложнениями в виде бронхитов, пневмонии. Со стороны лорорганов могут быть синуситы, гаймориты. И, конечно, самым грозным и тяжелым осложнением являются со стороны центральной нервной системы. Это менингиты и менингенцефалиты. А прививка как раз, она хоть и не дает 100% гарантии, она защищает организм на 70-90%, но она помогает их избежать. То есть человек, если заболевает, переносит в более легкой форме. Поэтому бояться не нужно. Вот мы уже на протяжении более 10 лет в нашей поликлинике сотрудники прививают своих детей. Все. Дети прививаются. Мы не видели ни одного осложнения. Если и бывает на вакцину против гриппа, то может быть местные реакции в виде покраснения в месте введения инъекции легкой эритемы. Или может быть небольшая температура, легкие катаральные явления в виде насморка, першения в горле, которые возникают через 6-12 часов после введения. И через 1-2 дня они проходят бесследно и, как правило, не требуют лечения. Так что бояться не стоит. Делается она в дельтовидную мышцу у взрослых. В руку, проще говоря. Да, в предплечье. В плечо, вернее. А деткам маленьким до 3 лет в переднюю наружную поверхность бедра. Она сочетается со всеми другими вакцинами. И сейчас, например, в достаточном количестве, многие родители просто спрашивают, поступила вакцина против клещевого энцефалита. Так вот, ее как раз нужно делать сейчас, для того, чтобы к июню месяцу, когда пойдет опять нашествие клещей, дети были защищены. У них выработался иммунитет. Потому что она тоже делается по определенной схеме. И она как раз сочетается с прививкой против гриппа. Еще вот хочу сказать про взрослое население. Вчера даже, допустим, мы выходили на прививки. Женщину осматриваю перед прививкой. И она говорит, у меня гипертоническая болезнь. Принимаю таблетки, которые снижают давление. Их можно сочетать с прививкой или нет? Не то, что их можно. Нужно обязательно принять. То есть, гипертоническая болезнь не является противопоказанием или прием этих препаратов, которые человек каждый день принимает от давления, убирать в этот день и не принимать. То есть, она пришла спросить, я вот хочу привиться, но можно ли мне принять сегодня таблетки от давления? То есть, это совершенно не перекрывает одно другое. Не то, что можно, нужно принять таблетки от давления и нужно привиться. И мне бы хотелось напомнить еще, чтобы родители знали, что грипп вообще-то циркулирует круглогодично. И делать прививку нужно раз в год, потому что иммунитет, сделанный от прививки в прошлом году, он ослабевает. Так как штаммы вируса гриппа, они меняются. Меняют свою генетическую структуру, подвержены мутациям. Поэтому институты вообще во всем мире работают над созданием вакцин с тем штаммом, который предположительно ожидается в этом сезоне. Вот для этого она делается ежегодно. Переносится она очень легко. Я просто хочу сказать, что летом вирус гриппа тоже циркулирует. У нас был случай из практики, когда мальчик-подросток летом в июле поехал с мамой отдыхать в санаторий в Санкт-Петербурге. Там очень тяжело заболел. И в итоге в результате обследования у него уявился вирус гриппа, осложненный тяжелейшей пневмонией. Не отдохнул, а заболел. И ребенок, конечно, проходил в течение года длительную реабилитацию. И потом мама этого ребенка ежегодно его прививала, и он не болел. И многие родители даже вот мне звонят, спрашивают, когда поступит вакцина. Потому что лучше всего оптимально прививаться до середины сентября, до середины октября. Вопрос на СИКЮ пришел, не совсем вопрос получается, от Анастасии. Моя соседка в прошлом году по рекомендации терапевта сделала прививку от гриппа, и в итоге всю зиму проболела. Зачем тогда делать? Это может быть связано. Может быть, она сделала в период парадрома, когда она уже заболевала. Во-первых. Во-вторых, это может быть просто стечение обстоятельств. То есть она, допустим, сделала, через 2 недели заболела, и она решила, что она заболела именно от этой прививки. Или она утром сделала, а вечером заболела. То есть это просто стечение обстоятельств. А потом еще по итогам года, например. Потому что я тоже слышала о таких вот отзывах на прививки, что не делаю прививку. Ну, там раз, может быть, за зиму заболею, и все. Это тоже в течение обстоятельств. Конечно. И потом образ жизни. У нас очень много людей курит, в том числе и женщины. И люди курящие, они более предрасположены. Где человек работает, если он в сфере общественной работает, конечно, у него вообще контакт высокий, и он так может заболеть. Но я себе, например, каждый год делаю прививки, и не болею при этом. И мы делаем. Хотя у меня огромный контакт. Даже не обсуждается. Да, это да. Делаем, и все. Я каждый день встречаюсь с больными людьми и людьми. Вы контактируетесь с большим количеством людей, врачам, всем делают. То есть люди некоторые приходят и говорят, а вы сами делали? Делали. Конечно, делали. И детям своим, да? И детям, да. Вот у меня двое детей, я делаю. Прививки. Кому они наиболее показаны? Потому что есть определенные группы риска по вообще целым заболеваемости, тем более по гриппу, кому очень даже стоит? Ну вот, как мы и говорим, это детский возраст и люди пожилого возраста. Люди с хроническими заболеваниями, особенно бронхолегочной системы, хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, длительные курильщики. Особенно еще люди из, так сказать, неблагоприятной социальной среды. В том числе ВИЧ-инфицированные должны прививаться. А у пожилых людей вообще вирус гриппа может вообще провоцировать даже развитие инфарктов и инсультов. Поэтому им, конечно, в обязательном порядке надо делать такие прививки. При этом есть определенные показания для метод ввода от прививки. То есть, ну, как вот, я думаю, большинство мам воспринимает, что если у ребенка насморк, красное горло, там, не знаю, не дай бог температуры, то не делается. Вот это так или не так? Конечно, запрещается введение прививки в период острого заболевания и на период обострения хронических недугов. Вот. А так единственным противопоказанием является непереносимость белка куриных яиц и аллергические ананезы у близких родственников ребенка на введение этой вакцины. Или на предыдущую вакцину была реакция сильная. Тут тоже, конечно, терапевт, допустим, или педиатр будет решать риск сделать прививку или лучше от нее отказаться. А при этом же можно заменить на другие. Вот это Гриппол и Гриппол плюс. Это те, которые нам предлагаются бесплатно в поликлиниках, в детских садах. Есть же другие платные. Конечно, есть альтернатива платная. Есть Вакси Грипп, Флюорикс, их масса, этих вакцин. Но тут уже тоже человек может выбирать сам. Но у нас вакцина есть платная. В чем их отличить? За что там нужно платить деньги? Все они имеют примерно один спектр направленности. То есть при введении вакцины у человека вырабатываются антитела. Наша вакцина раньше была, допустим, назальная. Она тяжело переносилась. Была вакцина живая, вызывала... Люди тяжело переносили. А сейчас она нисколько не отличается от импортных вакцин. Создана, разработана институтом иммунологии. Имеет абсолютно отличные характеристики по своим свойствам. Я уже еще раз говорю. Ну вот сказали, что осложнений нет. Осложнений нет. Да, поэтому... То есть тех людей, кого мы прививаем... Причем прививаются почему-то из года в год одни и те же люди. То есть они один год прививились хорошо, да, второй. И они вот сами приходят и дальше, и дальше. То есть мы агитируем. Приходите, приходите. Но большинство людей, которые уже раньше привились, они и сами уже идут, спрашивают. Пенсионеры молодцы спрашивают всегда, когда можно, когда привиться. То есть прослойка получается вот... Трудоспособное население. Не дойти, некогда и тому подобное. Хочется сказать, чтобы эти люди не забывали о здоровом образе жизни. То есть меньше бывать в скученных помещениях, да, в гипермаркеты с детьми с малыми ходят, собирают там инфекцию. На улице мало были, гуляют. Поэтому витамины надо принимать. Итак, самая главная профилактика, как мы уже сказали, это не только вакцин, но и, конечно, здоровый образ жизни. Просто питаться правильно, гулять почаще, принимать витамины, ведь у нас на севере их не хватает. Одеваться соответственно, скажем так, чтобы не перегреваться и не переохлаждаться. Берегите себя. Ну, конечно, побольше положительных эмоций, потому что положительные эмоции тоже помогают сражаться с вирусами. Сегодня мы говорили о профилактике гриппа. И напомню, что у нас в гостях сегодня были Галина Габова, врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Соктовкарской детской поликлиники номер 2. Спасибо большое. И Юлия Костина, врач-терапевт Соктовкарской городской поликлиники номер 3. И вам спасибо большое. Приходите на прививку. И будьте здоровы, конечно же. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. Эфир посвящен Дню защиты животных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин